Хе-хей! Всем привет, чуваки! С вами снова Бэймби. В этот раз мы в DCS Wall 2.5. И это у нас первый взгляд на модуль F-14B. И давайте в первую очередь взглянем на кабину этого замечательного самолета. Благо, что посмотреть есть на что. И, по моему скромному мнению, среди всех модулей в DCS Wall 2.5 у F-14B самая красивая, самая такая проработанная и самая аутентичная кабина. Ну, мне, по крайней мере, среди всех модулей именно кабина F-14 больше всего понравилась. Поскольку эта кабина просто... МА! Бэлысимо! Замечательная. То есть, чувствуется, что это кабина настоящего самолета. Еще нравится то, насколько все это ламповым выглядит. То есть, вы посмотрите, как вот эти кнопки нажимаются с каким звуком. Крутилки, которыми меняется яркость освещения, переключаются с таким звуком, очень приятным, скажем так. Тумблеры тоже переключаются с таким очень приятным звуком. То есть, от самой кабины исключительно положительные впечатления. Ну и да, поскольку экипаж самолета F-14 состоит из двух человек. Давайте посмотрим на кабину второго пилота. И она так же выглядит просто замечательно. Если вы меня спросите, что кабина первого пилота, что второго просто на высоте. Выглядит шикарно. От кабин этого самолета я в восторге остался. Да, если кто вдруг не знает, чем вообще занимается второй пилот на F-14. Да много чем на самом деле. Занимается работой с радиолокационной станцией, системами навигации. Занимается настройкой вооружения, настройкой радиостанции и так далее. Значительно снимает нагрузку с первого пилота. Задача которого заключается, ну собственно говоря, в пилотировании. Ну, об этом мы чуть попозже поговорим. Ну о том, как взаимодействие между пилотами выстроено на этом замечательном модуле. Ну и да, модуль F-14 довольно-таки требователен к компьютерному железу. Что, в общем-то, неудивительно с такой шикарной кабиной. И это стоит иметь в виду. Ну да ладно, давайте уже произведем взлет. И дальше поговорим уже в воздухе. Блин, я уже говорил об этом, но звуки такие на этом модуле сочные, что уж говорить. Ну так вот, касательно второго пилота, который, как мы уже выяснили, выполняет довольно-таки много задач на самолете F-14. И для этого самого взаимодействия разработчики модуля придумали довольно-таки революционную для DCS World систему, которая позволяет быстро отдавать команды второму пилоту, находясь в кабине пилота первого. Давайте вот, допустим, хочу быстро отдать команду второму пилоту, чтобы он первую ППМ сменил на второй ППМ. Открываю специальное меню. Теперь нажимаю Navigation. Да, кстати, выбор пункта в меню можно осуществлять при помощи устройства управления взглядом. Ну, в моем случае при помощи трекера. Так, выбираю вот Navigation, выбрать ППМ и выбираю ППМ 2. И видите, второй пилот переключил уже первый ППМ на второй ППМ. То есть вот настолько просто отдать необходимую команду. Ну, естественно, команды на захват цели радиолокационной станции отдаются при помощи этого же меню. Допустим, я сейчас хочу захватить какую-нибудь цель. Вот, отдаю приказ захватить цели впереди. Ну, понятное дело, поскольку цели впереди нету, я не могу данный приказ отдать. Просто показал, как это работает. Ну, поскольку радиолокационной станции-то у первого пилота нету. Ну, естественно, есть вариант постоянно скакать между местом второго пилота и первого пилота. Когда тебе нужно что-то настроить. Ну, это такое себе. Я, если честно, не вижу смысла подобным заниматься. С учетом того, насколько удобно данная система с отдачей команд второму пилоту работает. То есть тебе не нужно прыгать с места на место, как на других модулях, где два члена экипажа ты можешь сидеть постоянно на месте первого пилота, занимаясь пилотированием. И просто отдавать нужные команды по мере необходимости. И это очень удобно, поскольку при ведении боя прыгать с места на место для того, чтобы захватить цель радиолокационной станции, это не вариант. Кстати, да, на модуле F-14 реализован мультиэкипаж, так что на место второго пилота можно поместить другого игрока, который в DCS летает. Меня вообще даже немного удивляет то, что настолько крутую систему для передачи команд второму пилоту придумали сторонние разработчики. А не те же Eagle Dynamics. Ну, поскольку модули-то уже есть с двумя членами экипажа, но вот такая система дико крутая появилась только на модуле F-14. Ну и да, второй пилот не является молчаливым ботом, постоянно комментирует действия игрока, когда начинается какой-то экшон, дает информацию о том, где находится противник, какое до него удаление и так далее. И вот то, что второй пилот общается с игроком, это добавляет, скажем так, аутентичности и атмосферности происходящему. Ну, когда начнется экшон, я продемонстрирую, о чем я вообще говорю. Ну, а касательно внешнего вида, лично я вообще считаю F-14 одним из самых красивых самолетов. И разработчиком модуля, как по мне, удалось передать красоту F-14. Так что данный модуль выглядит просто замечательно и изнутри, и снаружи, если вы меня спросите. Ну, а еще самолет F-14 обладает очень внушительной боевой нагрузкой. Вы просто посмотрите, какими вязанками данный самолет может переносить бомбы Марк-82. То есть я сейчас на борт взял аж 18 бомб, и даже с такой загрузкой F-14 может взлететь с палубы без каких-то особых трудностей. Ну, а вообще, в качестве вооружения воздух-земля F-14 может использовать неуправляемые авиационные бомбы, типа тех же Марк-82. Причем вы видели, сколько он их может брать на борт. Также F-14 может использовать неуправляемые авиационные ракеты Zuni и управляемые бомбы с лазерным наведением, для наведения которых используется прицельный контейнер Lantern. Ну, а в качестве вооружения воздух-воздух на этом самолете используются уже знакомые вам ракеты АИМ-9 для ближнего воздушного боя с инфракрасной головкой самонаведения, и ракеты АИМ-7 для дальнего воздушного боя с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Но, помимо этих знакомых вам ракет, самолет F-14 может использовать и уникальные ракеты АИМ-54 Феникс, ну, большой дальности. И данные ракеты предназначены для дальнего перехвата воздушных целей. Ну, и с учетом того, что F-14 имеет 4 точки подвески под фюзеляжем и 4 точки подвески под крыльями, то он может взять на борт 8 ракет воздух-воздух. Ну, к примеру, 4 ракеты Феникс, 2 ракеты АИМ-7М и 2 ракеты АИМ-9М. А это такая очень внушительная нагрузка, скажу я вам. Про ракеты АИМ-7 и АИМ-9 я особо не буду рассказывать, ну, поскольку на F-14 они работают точно так же, как и на других модулях. А вот про АИМ-54 Феникс, конечно, хочется более детально побеседовать. Ну, и я вам так скажу, что Фениксы оказались куда более эффективными, чем я от них ждал изначально. Ну, так вот, вся суть в том, что ракеты АИМ-54 можно пускать с сильно перекрывающей дальности. И плюс к этому они значительно превосходят по энергии ракеты средней дальности. К тому моменту, как противник сможет по вам произвести пуск своими Р-27Р или АИМ-7М, ваши Фениксы уже долетят до него. Я вот сейчас произвел пуск по цели на удалении в 45 миль, а это, считайте, почти 90 километров. И при этом я лечу почти у земли. Так-то у ракеты АИМ-54С дальность пуска аж до 150 километров составляет... Ну, тут, конечно, нужно учитывать высоту полета и скорость самолета-носителя. Но в любом случае, даже 90 километров это очень большая дистанция, особенно когда ты у земли летишь. Не, ну, понятное дело, что от Фениксов можно уклониться при помощи противоракетного маневра. Но это не отменяет того факта, что Ф-14 может обстреливать другие самолеты с безопасной дистанции. И ничего ты с этим не сможешь делать, поскольку он тебя просто не подпустит к себе на ту дистанцию, с которой ты сможешь применить Р-27Р или АИМ-7М, или АИМ-120, не суть важна. В общем, ракеты АИ-54Феникс, как по мне, обеспечивают Ф-14-му довольно-таки весомое преимущество при ведении дальнего воздушного боя, поскольку позволяют держать противника на безопасном удалении. Сблизиться с Ф-14-ым и произвести атаку очень сложно, вот что я вам скажу. Ну, а еще прибавьте к этому очень мощную РЛС у Ф-14, что, в общем-то, неудивительно, поскольку этот самолет-перехватчик, и за счет как раз-таки своей РЛС он цели видит на очень больших дистанциях, что также повышает эффективность этого самолета в воздушном бою. Ну, а в плане ведения ближнего воздушного боя, тут нужно учитывать то, что Ф-14, это самолет, блин, тяжеленный, поскольку механизм изменяемой стреловидности прям очень сильно увеличивает массу самолета. Ну, и как раз-таки на том, к этим приведении ближнего воздушного боя, его большая масса прям ощущается очень сильно. Но, с другой стороны, за счет автоматически изменяемой стреловидности крыла, Ф-14 очень даже неплохо держится на малых скоростях, как по мне. Хотя, конечно, в любом случае, в штопор он может свалиться быстро и решительно, если ручку перетянуть. А еще, Ф-14 крылья отстегиваются, если ты резко взял ручку на себя на большой скорости, и это постоянно стоит иметь в виду. Так что на схождении с противником на больших скоростях стоит быть очень аккуратным. В общем, лично мне ближний воздушный бой на Ф-14 вести довольно-таки интересно, поскольку тут нет того, что электроника контролирует все твои действия, и, как я уже сказал, самолет можно свалить в штопор, и можно даже отстегнуть крылья, не рассчитав маневр. Так что при введении боя нужно быть очень внимательным. Ну, и вообще, самолет такой норовистый, как мне показалось. Я вот сейчас иду на границе сваливания. Вы можете заметить, как его кидает из стороны в сторону, и как я при этом стараюсь удержать самолет от сваливания. Ну, а так, в целом, на Ф-14 покрутиться можно в ближнем воздушном бою, если постоянно помнить о его большой массе. Да и в целом, ощущения от полетушек на этом самолете очень приятные. Да, флайт-модель это самое главное, именно поэтому мы говорим про нее в последнюю очередь. Ну, я-то из себя никогда не строил какого-то особого знатока флайт-модели. Не так уж и много знаний в этой области. Так что могу говорить о своих сугубо личных, субъективных впечатлениях. Ну, и мне очень понравилось то, как летает Ф-14. Так что мои сугубо личные, субъективные впечатления очень даже положительные, касательно флайт-модели данного модуля. Ну, и так же я, в общем и целом, более чем доволен данным модулем. И так же меня радует то, что сразу вышел, по сути дела, готовый продукт, А не, очередная сырая поделка, которая хрен знает сколько времени будет допиливаться в ходе бета-тестирования. Ф-14Б, как по мне, на данный момент выглядит уже готовым и цельным модулем. Ну, по крайней мере, на первый взгляд. Все-таки этот видос как раз-таки первый взгляд на этот самолет. Ну и да, на этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо, всем до свидания.